Добрый день! Говорит и показывает Радио Свобода, телеканал Настоящее Время. Меня зовут Сергей Медведев. В эфире программа Археология. В последние недели тема политзаключенных не уходит из топа новостей. Одни говорят о том, что происходит некая оттепель. Выходят люди из тюрем, как Ильдар Дадин, как Евгения Чудновец, осужденная за репост видео ВКонтакте, как Оксана Севастиди, сидевшая за одну смс-ку. Но, с другой стороны, происходят обыски, как это произошло с Зоей Световой, с литературным критиком Александром Гавриловым. И, соответственно, тема политзаключенных снова занимает наши умы. Кто они, новые диссиденты? Как может отдельный человек противостоять машине тюремного насилия полицейского произвола? И что соединяет нынешних диссидентов, нынешних политзаключенных с политзаключенными, которые были в советской системе от сталинских времен до наших дней? Смерть Сталина в 1953 году и наступившая оттепель позволили советским людям на время забыть ужасы большого террора и политических репрессий. В начале 60-х годов заразилось движение диссидентов, оппозиционеров, которые ненасильственными методами, опираясь на законы страны, боролись за права и свободу граждан. 25 августа 1968 года они вышли на Красную площадь с плакатами «Позор оккупантам! Руки прочь от ЧССР!». Их мирная демонстрация поддерживала демократический путь развития Чехословакии. Оказалось, что термин политзаключенный не уходил в прошлое. Все участники акции были осуждены. Некоторых отправили в ссылку. Всех обвинили в распространении клеветнических измышлений, порочащих общественный и государственный строй. В совершении групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. 68-й год, а звучит вполне современно. Фигуранты болотного дела, крымский активист Владимир Балуха, правозащитник Сергей Мохнаткин – только часть политзаключенных нашего времени. Все они простые люди со средним доходом. Как правило, задерживают их во время мирных митингов. Главный критерий политзаключенного – лишение свободы исключительно из-за политических или религиозных суждений. Но сегодня диссидентами считают себя и те, кто совершил убийства по идеологическим мотивам или экономические преступления. Так, слово «диссидент» теряет свое истинное значение, а вместе с ним и понимание того, что настоящие политзаключенные – это люди, несправедливо осужденные за отстаивание прав и свобод соотечественников, а не обычные преступники. Это был сюжет нашего корреспондента Антона Смирнова. А у нас в гостях сегодня в студии «Радио Свобода» правозащитник Ильдар Дадин. Гражданский активист. Ну, мы как раз поговорим, да, как вы себя считаете. И я думаю, вы не будете слово «правозащитник» Зои Светова возражать. Нет, но я правозащитник и журналист. Правозащитник и журналист Зои Светова. Гражданский активист Ильдар Дадин, правозащитник Зои Светова. Ильдар, еще раз поздравляю вас, еще до эфира это сделал. Очень рад вас видеть в этой студии. Три месяца назад мы здесь сидели с Ольгой Романовой, Евгением Левковичем, обсуждали ваше заключение, ваше письмо, все, что происходило в связи с вашим заключением. И даже в голову тогда не могло прийти, что через три месяца вы будете сидеть здесь. Так что немножко это даже маленькая победа для всех, для всех, для нас. Я думаю, конечно. А как вы считаете, почему, я думаю, уже много раз вы в эти дни отвечали на этот вопрос, но все же еще раз, почему произошло вот это вот чудо освобождения? Я все больше, я изначально был уверен именно в этом мнении, что в основном именно из-за давления гражданского общества. Гражданское общество меня называет не только честных, порядочных людей России, но и честных, порядочных, неравнодушных людей всего мира. Я в этом уверен. А все остальное обоснование, ой, типа или еще чем-то, это, скорее всего, мне кажется, спускает сверху от наших преступников, государственных преступников, не указания, а в общем попытки создавать видимость того, что неудобна эта ситуация, которой им пришлось подчиниться, что якобы все под контролем, чтобы передавать себе больше легитимности. На самом деле я уверен, что в первую очередь давление гражданского общества слишком неудобно было держать меня. И это также подтверждает то, что пытки, которые были в Карелии, которым подвергся я, продолжаются с тем же успехом, меня лишь оттуда выдернули, потому что слишком неудобно было меня там держать. Я знаю, что сейчас там все так же продолжается. То есть, на мой взгляд, никакая не утепель. Просто слишком кого-то неудобно, поэтому ну, отдадим гражданскому обществу, пусть успокоится. Зоя, вы считаете, что вот случай Эльдара Дадзина достаточно просто, что повезло, что удалось передать письмо на волю и был создан такой мощный гражданский и публичный резонанс, что вот одного человека удалось вырвать из зубов системы? Ну, мне кажется, что да. Эльдар прав, что очень было сильное давление гражданского общества и сама история была вопиющая, потому что он написал о страшных пытках и к этому делу подключились и официальные правозащитники. Мне кажется, здесь большая роль и Татьяна Николаевна Мускалькова, уполномоченная по правам человека, которая сама к нему поехала. И потом в разных интервью она говорила о том, что да, что она им доверяет, что даже если нет видео, которые подтверждают эти пытки, что у нее нет сомнений, что так все и было. И дальше, мне кажется, что вот это вот его желание, чтобы его освободили, которое выражало гражданское общество и пресса очень много сделала, оно попало на благодатную почву. Здесь повезло, просто всегда в таких случаях какие-то обстоятельства, да, вот то, что сейчас выборы будут через год. Мне кажется, это очень важно, что вот выборы, и потом мы увидели подтверждение тому, что началась предвыборная кампания, и после этого была освобождена Евгения Чудновец, да, вот сейчас Оксана Севастиди, то есть ощущение такое, что есть какой-то в администрации президента, да, запрос на какую-то гуманизацию. А с другой стороны, вот обыск у вас. Или это все какие-то несвязанные вещи, просто эта машина медленно работает, кавкианская? Нет, конечно, это несвязанные вещи, потому что, ну, обыск у меня формально идет уголовное дело, да, старейшее какое-то там дело. У него лет 15, наверное, да. Да, 15-летней давности, против ЮКОСа. Я работаю в Открытой России, значит, я сотрудник, значит, у них, видимо, в списке там есть все сотрудники, которых нужно или допросить, или обыскать, и формально это так. Какая подоплека, настоящая подоплека моего обыска, есть разные предположения, но это ведь одно к другому не мешает, можно одной рукой освобождать, дадить Дадина, другой рукой провести обыск, третьей там рукой кого-то еще арестовать. Понимаете, это действительно несвязанное. На любом случае, это машина произвола, и здесь не следует искать, видимо, какой-то логики. Нет, логики вообще здесь нельзя искать. Она похожа на советскую машину, потому что, когда я читал вот все разнообразные репортажи о вашем обыске, конечно, всех впечатлило вот эти вот рифмы с советскими, что фактически, когда ваших родителей обыскивали, и дела открывались, что даже следователь, человек опера, который к вам пришел, знает того, который допрошел ваших родителей. Который 30 лет назад был на обыске, 35 лет назад у моей мамы. Да, конечно, очень похоже. Похоже вообще, как все происходит. Напомнить, я думаю, нашим зрителям, слушателям можно. Нет, посмотрите, Зоя Крахмальникова и Феликс Светов. Зоя Крахмальникова и Феликс Светов — это мои родители, которые были религиозные писатели, диссиденты. Моя мама выпускала сборники христианского чтения «Надежда». Это был 1982 год. Ее арестовали за то, что эти сборники не только в самоздате выходили, а за то, что они выходили и на западе в издательстве «Пассе» в Германии. Вот за это ее арестовали. А потом, через три года, пришли к моему отцу, потому что эти книги после ее ареста… Это какой год? Это 1985 год. Потому что книги продолжали выходить, они считали, что мой отец их продолжает выпускать. Но он просидел… Моя мама сначала просидела год в Лефортовской тюрьме, ее приговорили к пяти годам ссылки. И мой отец также год сидел в матросской тишине, получил пять лет ссылки. И благодаря Горбачеву в 1987 году, когда была амнистия политических заключенных, они вышли на свободу. То есть, не досидев, мой отец не досидел вот этого срока ссылки. Да, конечно, все похоже в том смысле, что тогда Горбачев пришел к власти, он устроил амнистию политических заключенных. Вот сейчас у нас такой повод, что будут выборы, и нужно показать немножко какое-то человеческое лицо российского суда. И вот поэтому происходят вот эти чудесные освобождения, о которых мы сказали. И можно ожидать, я думаю, еще каких-то других освобождений. На перекличке советские совершенно очевидно, Эльдар, вы сказали, что вы читали сейчас книгу о диссидентах того советского времени. Да, прощу книгу Александра Подорвеника, диссидента, еще в СИЗО, когда находился в Медведково. Я тогда уже, к сожалению, у меня уже подзабыли с ними. А в СИЗО такую книгу можно получить, да? Такой с жесткой цензурой? Жесткой цензуры нет, конечно, там сотрудники смотрят как-то подозрительно, но в общем, книгу Подорвеника можно было в СИЗО получить. И даже ГУЛАГ там получил Павленский, нет, ГУЛАГ Энн Эппелбаум, исследовательская работа, которая одновременная, Солженицынская, архипегалага, ГУЛАГ, но тоже очень-очень серьезная работа, мне очень понравилась. Да, это огромное, что у меня давно вышел, ГУЛАГ Эхистры, который, да, переведен на русский. У меня он, ладно, сейчас не о нем. А вот прочтя книгу Александра Подоробинника, он в основном рассказывает о диссидентском движении конца 70-х, начала 80-х годов в Советской России. Я помню, я много параллелей замещал именно с современной путинской Россией. Например, то, что он говорил, что было принято в то время, сейчас, сейчас, секунду, перед возбуждением политического дела по каким-то формальным основаниям сначала 15 суток сажали по административке и затем уже, не выпуская, возбуждали уголовный дел. У меня произошло ровно то же самое. Сначала у меня очевидно сфабрикованное дело было, просто схватили и нафабриковали 15 суток ареста в начале 15-го года, и не выпуская, затем сразу же возбудили уголовное. Еще пока административный арест не закончился. Другая параллель сейчас, то, что суды, есть принцип очень важный, открытость судов. Формально он якобы существовал, а на самом деле в то время, как описывал Александр Подорбинник, проходил его процессы, некоторых других людей, политических заключений, то есть диссидентов. В судах суды, так называемые, забивали статистами, это обычно номенклатура какая-то, еще кто-то. А реальная поддержка, люди находились за, суды оцеплялись с милицией, и милиция не пропускала реальных людей, которые сочувствовали. И Подорбинник на своем уже, так называемом суде, заявил ходатайство суду. А почему не пускают людей, ведь суд у нас еще с 1962 года. Открытый, гласный. По-моему, Александр Тареев провел реформу об открытости. А у нас вот не пускают. Откройте занавеску, и вы увидите, что как много народу стоит реальных друзей, поддержки за окном, стоит под дождем, по-моему. И сейчас то же самое, да? А сейчас на моих процессах я видел, что, когда мне моя супруга сказала, что больше ста человек пришло, я видел через видеоконференцию, что 10-15 человек запустили. Это Мосгорсуде, так называемый. Там, где есть большие, огромные залы, я уверен, что у них в этот же день вряд ли большие залы все были заняты. Но выделили маленький зал, чтобы просто формально открытый, а фактически суд закрытый. Потому что люди не присутствуют, я не вижу их, потому что для меня главными судьями являются честные люди. Потому что именно они, опасительная инстанция, которая видит, в соответствии с законом судит суд, или он откровенно плюет на законы и лишь изображает, видимо, правосудия. Но сейчас все-таки, в отличие от времени подробинок, есть трансляция, да? Если заседание не закрыто, это идет на медиазоне трансляция. А, ну это да, если журналисты попадают в зал, они могут транслировать. А могут не попасть? Ну, конечно, могут не попасть. Бывают процессы, на которых журналистов пускают только про правительственных изданий, там и Тартас, да, Интерфакс, Коммерсант, вот таких. А других не скажут, что просто нету места. Выбирают специально очень маленькие залы. Ну да, и в зале сидят тоже вот у статиста и студенты-юристы, да? Да, да, такое тоже бывает. Где? В конституционном суде. Высшая инстанция. Использует этот метод. Забивает статистами, которые зевают и отрабатывают там за счетку, еще что-то. А людей реально записавшихся, через интернет, технологии, а нет, зал уже забит. Это в первый раз. А во второй раз, как сказала Настя, во втором заседании конституционного суда, зал бы вообще наполовину забить студентами, и все равно не пускали людей. То есть вот фикция, фикция правосудия, фикция открытости. Открытости нет фактически. Ильдар, я хотел вас спросить. Когда вы в себе это обнаружили, всегда у вас это была вот какая-то жажда справедливости, глядя на ваши публичные выступления, и сейчас уже после освобождения вы снова выходите с пикетом. Вот какая-то совершенно фантастическая прямолинейность. Вот вы знаете, как надо, и вы идете это осуществлять. Мне даже вот там люди говорили, когда вы еще были в тюрьме, вот говорили, что ну Дадин, он вообще отмороженный просто. Он может зайти в камеру, сказать, а что это вы здесь курите? Здесь типа не положено курить. Вот в таком духе. Ну, так-то я не говорю, это уже наговор. Может, я отчасти говорю, но извините, я имею право на хаму здоровья. Это всегда так с вами было? У вас это часто уже в школе это было? В конфликты какие-то это вовлекало? В школе, со школы я не припомню. Я помню, что у меня с детства, может быть, это в семье антипремьер был. Я видел, что, например, отец, восточное воспитание, мужчина всегда прав, место женщины на кухне, мужчине не положено делать то-то, и очень многие обязанности возлагал на мою мать. И мне с детства появилась вот эта вот... Почему такая несправедливость? Я с детства... По отношению к матери? Да, я с детства считал, что и в видео ясно, что мать и отец должны быть равными. Никто не должен никого унижать. Может, оттуда, я не знаю. Вот, видя это, я считал, что не должно быть так. То есть, а уже у ребенка, вам никто об этом не говорил, у вас просто сформировалась вот эта идея несправедливости, происходящего по отношению к матери? Наверное, плюс, конечно же, я думаю, естественно же книги, также те, которые я в детстве много прощел, они тоже воспитывают, мне кажется, моральные качества. А первое столкновение с системой когда случилось? Наверное, в армии с дедовщиной. Еще уже знаю о том, что прекрасно, что дедовщина есть практически в оси армии. Я в 2002-2003 году служил. Я уже понимаю, что избежать меня вряд ли получится ее, так как я два раза выступал в институт и два раза вылетел. А в каких войсках служил? В морские части пограничных войск. Они тогда как раз вступили под ФСБ, и это считалось элита. Хотя, на мой взгляд, это очень плохо, потому что ФСБ это бывшие КГБшники, то есть, по сути, чекисты. Вот. И я уже видел неизбежность того, что придется идти в армию, но я не собирался мириться с этим и думал, что я буду, по крайней мере, этому противостоять, потому что, на мой взгляд, оказалось несправедиво, что кто-то имеет право унижать другого. Так. И что, получилось? Как-то противопоставить с дедовщиной? Нет, так же, как и ВК-7 сломали буквально. Только наш отряд московский, где-то с чем-то человек, приехал в Анапу, в Ущепку, нас завели в роту. Туда зашло к 180-150 человекам, 7-8 старослужащих. Они сразу всех заставили принять упор лежа, начали издеваться. И я уже не раз рассказывал, я договорился с двумя татарами, пока мы ехали в поезде. Ну, если все понимают, что будут бить, скорее всего. Да. Если что, попробуем друг за другом заступаться. И когда всех заставили принять упор лежа и начали заставлять отжиматься, кто плохо отжимался, того избивать, то младшего, это было двое братьев татар, младшего брата, который находился через одного человека от меня, тоже начали избивать. И вот я тогда уже почувствовал, что то, что я не встал и хоть как-то не попытался защитить его, помочь ему, я уже чувствовал себя и весь год презирал. То есть тогда пришлось все-таки, несмотря на вас уговор. То есть вы и тогда 150 человек не смогли противостоять семи старослужащим? Да, потому что эти 150 человек, это как и наши протестные митинги. Это огромная толпа, но это толпа одиночек. А эти 7 человек не знают друг друга. Ты даже вот, дай бог, с двумя-тремя, как вы договорился, а там, когда ты приезжаешь, еще начинается, ну, наша, пока приехал, этапа, этапа, скажем, по тюремному. Сначала всех вместе держали, но потом, даже если кто-то договаривается, всех распределяют по разным ротам. И дай бог, 2-3 человека попадут в одну роту. А рот там очень много. И в итоге, даже если кто-то договорился, скорее всего, их разведут по разным ротам. То есть, а тут старослужащие, уже сплощенная команда, 7-10 человек, которые знают друг друга, которые часто еще и наделены, уже низший командный состав, это какие-то звания. И офицеры говорят, только попробуйте, ну, не совсем официально, пальцем тронуть, это сразу уголовное дело, или что-то такое, говорили. То есть, они защищены и офицерами, своими званиями, и тем, что сплощенные, и тем, что молодые не могут ходить между ротами. А старослужащие спокойно могут себе прийти и собраться. Ну, это да, я думаю. То есть, там много, это кажется, что 150 человек приехало, и они испугались. Ну, да, это сложно, сложно, сложно противостоять. Еще, да, еще спрошу вас, как это? Если противостоишь, если у тебя есть мужество. Мне его не хватило. Но вы потом уже, этот опыт и это унижение, которое было бы уже потом, сейчас, каким-то образом, вы из этого опыта исходите. Естественно, я презирал себя все время. То, как вы выходили с пикетами, как вы вели себя в тюрьме. Именно. Я презирал себя все время за этот поступок и надеялся, что я снова не сломаюсь и что у меня хватит мужества оставаться человеком до конца и не вести себя, как позорный, трусливый раб, как жалкое ничтожество. Но ЭК-7 показало, что можно причинять человеку такие создатели, искусственные, нечеловеческие условия, такую физическую, нестерпимую боль, что он единственный выход будет, и сломается, единственный выход будет видеть это в смерти, в том, чтобы избежать, прекратить эти страдания. То есть, можно, на мой взгляд, сломать практически любого. То есть, ну да, в ваших признаниях, то, что вы говорили, что, да, кажется, вот Эльдар Дадин, железный Эльдар Дадин, но то, что вы рассказываете, там, на второй минуте этих пыток фактически уже невозможно. Да, хотя перед этим 4 избиения было опускание головы в унитаз, оно меня тоже уже сломило, отчасти, хотя я старался не вестись. Это у тюремчиков, то есть не у тюремчиков, это в криминальном мире считается, если опустили голову в унитаз, то опущено это все уже практически хуже смерти. Но я считал, что я живу по человеческим понятиям. Да, мне это было унизительно, но старался не поддаваться этому, в первую очередь понимать, что я полностью никакой не сделал. Хотя меня это отчасти надломило, но сильнее всего, конечно, было на следующий день, вот 12 сентября, когда мне просто вывернули руки и подвесили за наручники. Вот эту нестерпимую, непрекращающуюся, невыносимую дикую боль я уже не выдержал. Ну и плюс, параллельно, с непосредственной угрозой еще и изнасилования, когда сняли трусы, штаны и сказали, что сейчас позовут осужденного и он будет подвергнуть изнасилованию. Конечно, все матом было не так, как я говорил. Ну понятно, понятно. Зоя, а вот советским диссидентам, вашим родителям приходилось сталкиваться с таким уже абсолютным насилием и пытками? Или это уже какая-то новая черта системы наказаний? Я не слышала, чтобы были какие-то, чтобы были такие страшные пытки. именно вот в СИЗО, в колонии, да, бывали люди, которые сидели, но мне кажется, что в основном это были не физические пытки, а это были психологические пытки. Потому что мне кажется, что, конечно, то, что Эльдар рассказывает, это очень страшно, но у каждого человека свой порог, свой порог страха, свой порог того, что он может выдержать. Вот я, например, знаю, что моя мама, когда она сидела в Лефортово, к ней приходили следователи, ну, в ней вызывали ее, и они говорили, что если вы не признаете свою вину в том, что вы работали там на какие-то подрывные центры, то мы посадим ваших детей, и вот она, вот у нее был такой страх, что будут действительно придут к ее детям, но она, естественно, свою вину не признала. Вот. И были люди, которые, среди диссидентов, которые признавали свою вину и которые выступали по телевизору, это известная история с отцом Дмитрием Дудко, который выступал по телевизору, потому что это был священник, который уже до этого сидел в сталинском лагере, и потом вот его посадили в 70-х годах, и он выступал по телевизору и сказал, что да, он работал там, я не помню, на какие-то западные разведки, назвал фамилии иностранных корреспондентов, вот, еще были такие же люди, которые несколько человек. Ну да, то есть больше-больше психологическое, действительно, и читая то, что происходило в 60-х, 70-х. Я боюсь ошибиться, но я не помню, вот что были такие. После ужасов в Сталище, ну да, потому что вот читая вот то, что Эльдар говорит, и сейчас то, что там Елена Масюк недавно в «Новой газете» писала, я как бы отсылаюсь уже туда, куда-то к Шаламову, и к тому, что читаешь о 30-х и 40-х годах. Мне кажется, что все-таки при всей авторитарности советской системы, при всех ее ужасах в 60-х, 70-х была хотя бы какая-то подобие следования правовым нормам. А сейчас вот пришел какой-то новый беспредел, как в 30-е годы. Ну да, но мне кажется, что это о том, что пытают в российских колониях, это было известно уже давно, еще и до случая с Эльдаром, и все как бы известные и на следствии, что пытают и в отделениях полиции, и даже пытки, как бы есть список определенных пыток, да, и такое впечатление, что есть какой-то учебник, по которому они эти пытки проводят. старые учебники, то есть прошепомянула какая-то вот эта вегетарианская эпоха, да, то, что там Ахматова говорила, и вот начиная с то ли беспредел 90-х, то ли те люди, которые пришли работать в органы внутренних дел, и пошел вот этот вот новый страшный замес. Ну, вы знаете, что мне кажется, что просто им не нужно было так вот пытать людей, люди ломались или нет, им просто нужно было их посадить, всех напугать, вот когда все времена, да, в диссидентские времена, и этих людей было так мало, на самом деле. Ну да, здесь еще проблема, проблема масштаба. Здесь же выбивают показания не только у политических, вообще случай Ильдара, мне кажется, стоит особняком, потому что из политических, кого пытали, но только украинцев, вот эти украинские дела, Олег Сенцов, Кольченко, Афанасьев, да, Чирний, Валентин Выговский, вот этот обвиненный в шпионаже, это вот людей, которых тоже пытали, а других политических, я не знаю. Махнаткин, Дарья Полюдова. Но их не пытали физически. Махнаткин, у него с возвоночником, якобы Павловича, его при задержании, его уже не жестко задерживали, по-моему, в колонии его там избивали, но как бы это не такие пытки, которые были с вами. Ваши пытки, они скорее напоминают вот те пытки, которые бывают у людей, когда из них хотят выбить показания, или когда они унижают людей просто вот общеуголовных. Я имею в виду политических, я не слышала, чтобы вот именно, применяли такие пытки политические. Кроме вот этих практик. Узника Болотная, как я знаю, вроде бы... Узника Болотная, да, я не слышал, чтобы... Нет, нет, настолько было и странно, вот ваше письмо, для людей, которые для меня лично... Оно, конечно, как бомба, как бомба взорвала. Мы понимали фонова, что это происходит, но ваше свидетельство оно действительно как бы взорвало. Нет, но потом было же очень много свидетельств просто людей по уголовным преступлениям, которых также страшно пытали. И до этого они были, и потом. Но я хочу сказать, что вот этот случай уникален тем, что человек политический заключенный, что к нему применили пытки. Почему они в этой колонии осмелились с такой... Они же могли предполагать, что будет такой резонанс. Наверное, не предполагали. Почему они... Ну, может быть, может, характер Ильдара вот такой вот, так сказать, нон-нон-конформистский просто их из себя вывел? Что именно на личность они среагировали? Я практически уверен, что... Я знаю, что пытки были практически всегда и с подвешиванием, и даже с убийствами. У меня брат 2009-2010 году сидел в Брянске, его пять раз подвешивали за нарушники. Примернотаж, как у меня. Я говорю о том, что в уголовниках... Копейск, мы знаем этот... Так я же и говорю про это, что уголовников повсеместно. Я хочу сделать вывод. Но политических, как если судить по узникам Болотной, у нас еще все-таки боялись торговать. Ну да, вот здесь... Я уверен, что у Косева, скорее всего, по неофициальным каналам были какие-то гарантии безопасности даны и, наоборот, даже возможно указание, что этого политического ломать. То есть... Ну, я не могу по-другому говорить. Считаю, что нужно вещи надавить своими именами. Путинский, чекистский режим уже настолько обнаглел своего беззакония, что уже и политический выпуск попытался, по крайней мере, как мне кажется, уже и к ним применять пытки. Не только к уголовникам, а уже... А что? Может быть, мы их уже можем? Ну, это здесь, мне кажется, какой-то эксцесс исполнителя. Может быть, это действительно особенность вот этой зоны и вот начальника зоны. Или вы считаете, что на самом верху могло быть дано указание вас таким образом ломать? Когда фарм... Предполагаю, что возможно было дано. Естественно, не самим Путином, а администрацией или как-то там... Пытавшись исполнить. Тоже эксцесс исполнить невозможно. Но именно администрация президента, не Косиева. И почему, мне кажется, что все-таки это выше было, а не на уровне Республики Карелия, Уфсин Карелия, Тереха, Федотова или Косиева. Потому что сейчас, когда очевидные, на мой взгляд, почти прямые доказательства их виновности, они не только неостранены, но сидят дальше. И сейчас уже, когда еще резонанс не спал, дальше продолжают избивать и пытать людей. И этому уже есть доказательства. Я уверен, что при том, когда официально сверху идут распоряжения, а Путин дает проверку, и чуть ли не дважды проверить в СИН, а они себя так спокойно чувствуют. И еще в ноябре, после отпусков, Костяев не успел только вернуться, а уже со мной опять грубо разговаривает. То есть он чувствует, что по официальным каналам, то есть я уверен, ему поступила информация, все будет нормально. Официально будем разводить. Нам сейчас нужно будет сделать перерейв, мы и так же просто настолько разговор интересный, что мы перебрали даже минут 10 до перерыва. Но я думаю, ничего наши зрители, слушатели нас простят. Напомню, что вы смотрите программу «Археология» на телеканале «Настоящее время». Слушайте на «Радио Свобода». Мы вернемся буквально через мгновение. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на «Радио Свобода» на телеканале «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. И в гостях у нас диссиденты и гражданские активисты. Это Ильдар Дадин, Зоя Светова, ньюсмейкеры последних недель, последних месяцев. Ильдар, еще раз поздравляем с освобождением из тюрьмы. Зоя еще тянется. Все это дело много лет идущее, по которому недавно у вас были обыски. И сейчас я хотел бы задаться вопросом о политзаключенных. Как определить политзаключенных? Кого считать политзаключенными? Какая здесь есть юридическая тонкость в определении политзаключенных? Говорит об этом юрист Открытой России Александр Соловьев в сюжете Антона Смирнова. Меня зовут Александр Соловьев. Я координатор проекта «Открытое право в Открытой России». Этот проект недавно запустился, с февраля месяца примерно. И проект заключается в том, что мы стараемся помогать людям в каких-то юридических вопросах при взаимодействии с органами власти. Как в работе в этом проекте, так и в предыдущей работе неоднократно приходилось сталкиваться с людьми, которые в первую очередь выставляют себя как жертвы либо политического преследования, либо, что чаще, как жертвы судейского беспредела. Да, судебная система оставляет желать лучшего. К ней очень много претензий. Но, к сожалению, очень часто к нам обращаются люди, которые просто пытаются решить свои проблемы с помощью тех или иных проектов, в том числе нашего. К сожалению, некоторые играют действительно в игры, потому что мы себя иногда чувствуем в этом проекте обманутыми. Каждый раз нужно изучать подробно все обстоятельства дела. Как правило, водораздел проходит по, ну, например, по политической активности. Когда человека судят просто за политическую активность, и в его активности не было никакой опасности для общества, то, конечно же, это политическое преследование. Например, Эльдар Дадин, это, разумеется, политический заключенный. Четкого водораздела здесь не будет. Я, к сожалению, не могу вас порадовать каким-то универсальным правилом, который отличает политзаключенного от неполитзаключенного. Здесь работает некая совокупность факторов. Но, как правило, можно условно вывести такую вот линию, что если вы просто выражали свою гражданскую позицию, например, и вас за это преследуют, то, конечно же, скорее всего, вы политический заключенный. Это был юрист Открытой России Александр Соловьев в интервью Антона Смирнова. Ну, вот действительно, кого нам считать политзаключенными, сколько сейчас в России политзаключенных? Зоя, вот как вы определите? Ну, смотрите, в советское время было очень легко, потому что были политические статьи. Это 190-е приемо хранения и распространения антисоветской литературы или там антисоветских материалов. Это 70-я статья. 70-я известная, да. Это тоже антисоветская агитация, пропаганда. Антисоветская пропаганда, направленная на свержение экационного строя. И вот люди, которые были по этим статьям, они считались политическими заключенными. Но даже в советское время иногда диссидентов привлекали тоже по каким-то статьям, типа хулиганства или еще какие-то. И они тоже были заключены. Сейчас ситуация очень сложная, потому что у нас вообще в России нет суда. Нам нужно начать с этого. У нас нет независимого суда. И суд у нас используется разными структурами, как политическими, так и коммерческими, когда люди сводят свои счеты, пытаются отнять бизнес у того или другого человека и человека сажают в тюрьму. Я считаю, что в каких-то ситуациях таких людей тоже можно считать политическими заключенными. Ну, например, и применяют к ним вот такие экономические статьи. Ну, возьмите, например, Олега Навального. Его же посадили по экономической статье, то ли у него там мошенничество, да, или растраты, что-то такое, Но ведь его посадили только потому, что он брат Алексея Навального, и он, конечно же, политический заключенный. Вот, потом есть очень много людей, посаженных по шпионским, по 275-й статье «Государственная измена». Дела абсолютно фейковые, и под эти дела, например, был случай, когда посадили украинского гражданина с 73-х лет, его обвинили в шпионаже, Юрий Солошенко, но его посадили только потому, что он украинец, понимаете, и люди, которые это дело сфабриковали, им нужно было получить звездочки, и что это, я тоже считаю, что он политический заключенный, и таким образом это политический был заказ на него, понимаете, то есть много-много таких случаев. Конечно, проще всего, например, с таким людям, как Эльдар Дадин, да, или Дарья Полюдова, которую посадили за то, что она проводила митинги за фидерализацию Кубани. Сенцов и Кольченко, я думаю. Сенцов и Кольченко, это опять же украинские политические заключенные, потому что они были против аннексии Крыма, только за это их посадили. Понимаете, то есть тут очень тонкие моменты. Разважаев. Ну, разважается болотное дело, но болотное дело, оно как бы понятно, тут очень легко отличить политический человек заключенный или нет. Вот мы говорили про Евгению Чудновец, за то, что она сделала репост. Ну, наверное, тоже она политически заключенная. Я вот поднимаю сейчас, скажем, мемориалы, различные документы. Да, и списки, и документы. Вот они считают, что два критерия. Человек сужден за реализацию конституционных прав, вот это в чистом виде, наверное, Ильдар Дадин. И вот Чудновец и Севастизи тоже фактически это право, может быть, на свободу слова. Она сделала репост о распространении информации. Да, но подождите, Севастизи, она вообще, это вообще абсурдное дело. Это СМСка, Это СМСка, но и таких людей за СМСки, которых обвинили в государственных изменениях, она не одна. Их около 10 человек только вот в этой самой Краснодарском праве, потому что люди там делали себе звездочки. Ну, конечно, эти люди политические заключенные, которых осуждают, потому что это резиновая статья о государственных изменениях. А у Дальцов и Осипова? Не, но у Дальцов он по болотному делу. Да, Осипова. Но Осипова здесь сложная история, но ее тоже преследовали как политическую активистку. Но о том, была ли она виновата в хранении наркотиков или нет, я не знаю. Ну, здесь, да. Понимаете? Но мне кажется, здесь еще есть такая история, как политически мотивированные дела. Вот то, что я говорила про, когда людей сажают за то, что бизнес хотят у них отнять. Понимаете? И суды работают вот на этот конвейер. Понимаете? Ильдар, вы себя считали политзаключенным? Я абсолютно уверен в том, что я именно политзаключенный. Сразу скажу, что научного термина я не знаю, что есть политически заключенным. Мне такой вопрос, когда я сейчас сидел в СИЗО Медведкова, один из прибалтийских журналистов, задал, что вы в это понятие, как вы определяете? Я тогда еще пытался сформулировать. У меня есть какие-то признаки, которые я отношу к политическим, но полного достаточного определения я не знаю. А как к вам относились в Зоне к вашей статье, к вашему заключению? Насколько, скажем, при общении с другими заключенными? Ну, вроде бы формально говорили, что соглашались с тем, что ни за что, когда я объяснял свою позицию. Но совсем те, кто вроде придерживается, некоторые вот такие товарищи криминальных понятий, они смотрели как на идиота, как по-ихнему на лоха, потому что у них красавчик, если ты, например, ограбил и не зря ты хотя бы сел за что-то. А человек, как же мне там один сказал, я забыл. В общем, как будто бы идиот, ничего и не сделал какого-то дела хорошего в их понятиях. А, страдает. Да, страдает. Просто лох. Ну, да, то есть, понятия, недостаточно такие прагматичные. Ровно наоборот, что на меня считается подвес, тот на чужом несчастье зарабатывает свое счастье. А у них это идиот. Кто-то практически что-то не украл, еще что-то, сидит только за убеждение. Такой вопрос к вам очень широкий, русский, философский, который во всей русской традиции решается. Что такое для вас, чем бы у вас был опыт тюрьмы? Да, потому что есть, скажем, традиция Достоевского и до еще идущего, который вот вроде как не благословил свою каторгу, но считал ее важным духовным опытом, преображением. Еще часто так очень пародийно его правнук Дмитрий Достоевский сказал, что по болотному делу вот хорошо бы им каторги нанюхнуть. И Солженистин тоже, кстати, один день Ивана Денисовича это такая достаточно позитивная вещь, если разобраться. С другой стороны Шаламовская, где он проклинает тюрьму и говорит это однозначно с первого до последнего мгновения негативный опыт. Вот вы как этот вопрос для себя решите. Я не знаю необходимый ли это опыт, но в любом случае я считаю вылетел из главы как хотел классифицировать. Но вы сильнее? Очень ценный. Это в любом случае очень ценный опыт, потому что если как я для себя еще думал находясь в Медведково выбирает для себя где бы я хотел оказаться в более жесткой зоне как например Пусси Райт или наоборот более помягче лишь бы досидеть до конца по-тихому. Я с точки зрения конформистской сущности естественно не хотел страданий мне хотелось простую зону побыстрее осидеть и выйти. Но с точки зрения разума если я понимал что я хочу жизнь в России менять в лучшую сторону то я понимал что я так же как и Пусси Райт должен излечь ценный опыт и пусть лучше меня в одну из самых худших зон определят чтобы я как уголовный инспектор мог изнутри увидеть проблемы и если в будущем я буду иметь возможность влиять на решение задач в России чтобы я знал как эту задачу решить чтобы я изнутри видел почему она не решается пытался найти более эффективный способ самых черных таких дыр проблем проблемных в нашей стране. Вы сильнее из тюрьмы вышли чем были? Она вас может сказать что она вас закалила? Думаю закалила то что сильнее безусловно потому что я абсолютно согласен с политзаключенным Игорем Оленевичем прочитав книгу Еду в Магадан о том что то что нас не убивает делает нас сильнее если я выжил в любом случае я стал сильнее я так думаю А для России для всех нас ваш опыт вы считаете он продвинул нас к какой-то к большей может быть ну не человечности но к пониманию сути самой системы и к решению этих проблем Я не раз оценивал себя на разных этапах своей жизни когда вот у нас например в протесте сейчас кто-то любит делить людей на ватников несознательных большинство и на сознательных тех кто что-то делает и я со мной себя в разные периоды жизни тоже понимал что до 2011 года я был тот же ватник получается и постепенно видел что и даже когда начал участвовать тот когда я начал в начале протеста в конце протеста это абсолютно два разных человека по уровню сознательности то есть я вижу что уровень сознательности он может расти поэтому естественно же будучи сам вдохновлен сейчас примерами людей уже не же людей которые уже умерли давно но их благородными поступками когда я рос на этих именно примерах также думаю что возможно мой пример если он кому-то будет известен естественно он может побудить человека к чему-то хорошему и тем самым сделать так что сознательность того человека также возрастет поэтому конечно я думаю это уже для всех нас естественно я здесь у меня-то есть по этому поводу до тех до кого дошла информация то есть я в любом случае пытался быть человеком даже если бы не дошло потому что у меня ключевая это быть человеком перед самим собой свой внутренний сторож свой внутренний судья которого я не обманул мне главное не картинка для всех и пример а в первую очередь самому знать человека или нет а остальное что если я кому-то буду еще и примером это уже следствие конечно мне хочется чтобы кто-то тоже делу добрые дела будучи возможно вдохновленной частью моими поступками но это следствие в первую очередь я сам должен знать что я не подлец что это все правильно даже если об этом никто не узнает вы атеист? я атеист и я в разные периоды склонялся к тому чтобы верить что что-то возможно есть и наоборот были периоды когда думал ну нет наверное все-таки нет ничего сейчас я больше атеист думаю Зоя я вас хочу спросить посмотрите ваши родители ваша семейная традиция вы сами тоже подробиных о котором шла речь что тогда при советском строе что сейчас человек собственно так сказать одинаков Ильдар есть какой-то стандартный небольшой процесс таких людей нонконформистских в обществе те 8 человек которые 25 августа 68 года выходят на площадь выходят к лобному месту или этот процесс процент меняется или это как некая такая генетическая мутация в каждом конформистском обществе существует вот такая вот как бы часть неконформистов которые позволяют обществу иногда поворачивать в какую-то сторону конечно в любом обществе есть такие нонконформисты как вы говорите да люди с гражданским темпераментом люди у которых как говорится пепел класс стучит и в их сердце они не могут жить иначе в этом смысле вот то что Ильдар сказал я с ним очень согласна и я об этом думала вообще зачем нужны политзаключенные польза политзаключенных потому что раньше политзаключенные сидели советские они сидели в своих собственных лагерях то есть были лагеря для политзаключенных и они с общей массой не общались мордовь те которые сидели по 70 статье но были те которые сидели по 190 как например великий Валерий Абрамкин диссидент который когда вышел из этой зоны и увидел ужасы которые там происходят и пытки кстати там были потому что это были уголовные лагеря и он потом стал правозащитником и он стал делать церемную реформу вот и поэтому когда сейчас политических сажают в уголовные лагеря как Пусирай Надя и Маша которые рассказали о том что там происходит и мы узнали о том что там происходит Толоконников рассказал о арабском труде раньше об этом особо не писали женщины потому что вообще не жалуются Эльдар вот рассказал о пытках и мы об этом все услышали и в этом есть большая польза сегодняшних политзаключенных потому что они попадают в уголовные лагеря и они они не боятся потому что обычная масса людей они не выходят очень редко когда к журналистам выходят и может быть после вот этих опытов то Эльдар начинается сейчас к Елене Масюк люди обращаются ко мне например обратился один человек и тоже рассказывал как пытали на Алтае понимаете в колонии ну да то есть здесь такое неожиданное сочетание вот этого огромного насилия массы насилия с граждан с отдельными гражданские сознательными и люди которые не хотят это терпеть Эльдар очень правильно говорит он же не только для себя об этом рассказал а чтобы с другими такого больше не было сейчас то он горит и хочет продолжать об этом рассказывать и люди такие становятся правозащитниками которые защищают правозаключенных спасибо напомню что вы смотрите программу археологии у нас в гостях Эльдар Дадин и Зоя Светова мы продолжим буквально через мгновение и снова здравствуйте программа археология на радио свобода на телеканале настоящее время говорим сегодня о политзаключенных о диссидентах о людях в тюрьмах и о насилии в тюрьмах в гостях у нас гражданский активист правозащитник Зоя Светова журналист и гражданский активист Эльдар Дадин и сейчас в заключительной части нашей передачи хотелось бы поговорить о феномене насилия которое открыло в своем письме в своем страшном свидетельстве из зоны Эльдар Дадин и о котором мы сейчас узнаем все больше и больше вот тех кто может быть не читал призываю прочесть последний материал Елены Масюк в новой газете где факты приведены совершенно страшные которые просто говорят что мы живем с каким-то гестапо с концлагерями внутри нашего государства и мы спросили вернее наш корреспондент Атон Смирнов спросил психолога Сергея Николопова в чем функция в чем роль насилия почему так велика роль насилия в российских тюрьмах Большая скучность людей в определенном помещении ну на территории значит начинается своя игра тоже антропологическая место в иерархии какова иерархия структурирования вот этого замкнутого пространства при этом там три действующих силы собственно заключенные администрация и внешние силы есть описание жизни Шлистербурга как крепости и тюрьмы значит в начале благостная картина начальник тюрьмы из гуманных соображений обходит беседует с заключенными в одиночку преступниками им доставляют свежие булочки значит они еще время от времени шумят по поводу того что булочка немного черствая потом выясняет что в булочку уже успели вставить пилку или письма начинается ужесточение с одной стороны борьба с другой стороны эскалация доводит всех до состояния когда начинают и бить и пороть и в ответ на это какие-то действия то голодовка то бунт то и прочее все начинают играть в определенную игру ну это такое домино получается ну как бы нарастание это эскалация с двух сторон в ответ на ваши действия я предпринимаю свои действия в ответ на мои действия вы предпринимаете еще одни действия и так далее а прекратить возможно в принципе думаю что да но для этого нужно очень системно мыслить что мы хотим это разные задачи если общество ставит перед собой задачи чтобы они были там сидели и мучились то это другой один вопрос если общество считает что главное чтобы мы их изолировали а там как-то выстроиться то это другое решение если общество считает что нужно чтобы они вышли с меньшим потом рецидивом то это третья задача поэтому это не решение одного человека это решение общественное что люди хотят это психолог Сергей Николопов в интервью Антона Смирнова Эльдар а вы для себя как объясняете в чем функция можно как-то рационально объяснить вот это вот концентрированное насилие свидетелем и жертвой которого вы стали даже не в том случае что так сказать если вот про вас вы сказали да может быть был отдельный заказ работали именно по вам но это же вы же понимаете и не по политическим а в целом почему в тюрьмах так используется насилие мне кажется кажется что это проекция я даже в этом уверен именно образа действия кремлевской преступной власти починить человека любыми средствами преступными неприступными починить а если насилие можно избежать если ты с самого начала пришел прогнулся полностью слушаешь администрацию я читал я читал опросы настины по тем осужденным которых пытали я видел что некоторые как мне показалось может там не совсем достоверная информация изначально пытались подчиняться но это не не служит иммунитетом вот если пытки построены я не знаю как это объяснить уже есть эта система пытающаяся из которой происходит проходит абсолютно большинство вновь прибывающих то мне кажется кажется даже прогинание перед этой системой уже не помогает потому что эти люди уже привыкли унижать как для них уважать какого-то человека который не прогнулся им привычнее сбить и привычнее заставить его целовать стену просто я не знаю как-то объяснить там вот именно в Карелии в отличие многих изоляторов до в отличие от ИК 5 Алтайского других изоляторов пока я ехал в ИК 5 по Алтайскому краю вот там именно в ИК-7 создана команда садистов и там уже неважно прогнулся или не прогнулся они уже по-другому не могут наноситься они относятся к тебе как к рабу как к ничтожеству как это патология какая-то им это важно для самореализации это уже какие-то классические психиатрические случаи садистов я не знаю я не знаю как здесь объяснить это искусственная созданная команда для того чтобы ломать всех прибывающих туда людей Зоя вот по вашему общению это системно это вообще это язык системы да и система уже не умеет иначе говорить может быть он и хотел бы сказать человеческим словом он вместо этого бьет тебя дубинкой по почкам ну смотрите это же не все колонии пыточной не зря же например у Льва Пономарева есть даже на сайте карта пыточных российских колоний да это есть те колонии которые считают пыточной куда специально направляют людей которых нужно ломать да известно что там воров в законе направляют куда-то да специальные колонии есть страшные колонии в Омской области да теперь мы знаем что в Карелии и люди говорят о том что мы боимся именно туда поехать я много раз брала интервью у разных людей которых избивали и последний раз вот был такой Леонид Красных он из Байкальской простите из Алтая я его спросила почему они какой смысл зачем они вас били и других также зачем били а он говорит что смысл только один подчинить себе просто подчинить и сломать волю человека чтобы он был как раб и тогда с ним можно сделать все что угодно понимаете что это такое если какая и потому что еще почему потому что они считают сотрудники пенитенциарной системы они считают что люди они преступники и с ними можно говорить только так может быть они в какой-то степени их боятся да и сами и уже другого языка просто не знают последнее что я хотел спросить вас вот ваши чувства по отношению к тем кто вас пытал по отношению к самой к начальству колонии к Осиеву сейчас что это вы хотите реформировать это не знаю потому что я когда читаю вот такие вещи у меня просто какое-то такое чувство мести возникает желание мести у вас этого нету сейчас желание мести то есть справедливости и того чтобы ответственность наступила по отношению к тому человеку к тем людям которые непосредственно не опытали естественно же есть но у меня разум не объясняет что нужно привлечь их к ответственности не только из моего личного возмущения и из-за того что я слышу как других людей избивает а потому что я понимаю что именно принцип неотвратимости ответственности может в будущем показать другим садистам потенциальным садистам или уже действующим другим начальникам колонии другим сотрудникам администрации колонии о том что пытать людей издеваться унижать не надо что за это могут посадить и наоборот если и Косиев и Федотов которые раньше и Терех которые раньше были начальниками и Косиев потом я так думаю распространили по всей по всей республике свои пыточные методы по всем колониям субъекта Карелия пока говорю видя что даже фактически прямые доказательства на мой взгляд виновности не помогают не то что привлечь а даже снять он себя сейчас по прежнему пытает и даже не снять с должности на время проведения проверки или расследования то это прямой посыл к другим преступникам и в этих колониях и в других колониях продолжать мы можем вообще еще больше пытать то что пишет Елена Масюк да еще больше как я понял принцип разращает это зло да вы пока вы остаетесь здесь вы в России вы собираетесь продолжать борьбу пока да но я знаю что эта система пыточная всегда может снова найти мой порог боли какой-то сломать меня и я говорю так же что если меня снова посадят возможно я снова сломаюсь и появится видео где я признаюсь что там все хорошо я все оговорил что как меня пытался ВК-7 начальник не начальник а некий подполковник пришел меня привели к нему в кабинет на третий день после пытки он меня спрашивал а почему я занимался протестной деятельностью а был ли он на Майдане и когда я ему отвечал что да занимался протестной деятельностью он спрашивал а кто у тебя были руководителями кто тебе отдавал распоряжение какие источники финансирования я говорю не было источников финансирования свою зарплату что у меня нет других руководителей кроме совести извините а на Майдане я был лишь потому что хотел увидеть что там происходит на самом деле и он его этот так разозделывал ты видимо так и не понял куда ты попал и тут скоро приедут фейсы мы тебе еще с собой мягко то есть мы еще то есть они злые мы еще добрые то что подвешивали ну то есть такой экзистенциальный абсолютно и еще я еще с тобой поговорю подумай что ты должен сказать то есть я должен был придумать ему что на Майдане одним американцем видимо что у меня какие-то источники финансирования я бы это сказал если бы ко мне снова применили пытки я сейчас не хочу бравировать говорить да нет даже сейчас будет подвергать пыткам просто запомните в стране где допустимые пытки вы можете легко увидеть ильдар и любого другого порядочного человека который будет на видео вам такое рассказывать что он убил участвовал в убийце Кеннеди и всего остального ильдар прошли 37 год мы понимаем что все это возможно спасибо спасибо вам за этот рассказ спасибо за вашу борьбу спасибо за то что вы с нами и слава богу что сейчас на свободе спасибо что пригласили и вам спасибо за все за вашу семью за всю эту традицию которую здесь представляет ильдар дадин зоя светова меня зовут Сергей Медведев это программа археология смотрите радио свобода смотрите телеканал настоящее время слушайте радио свобода спасибо за субтитры спасибо за субтитры